Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, перед вами единорог. Мифический конь с рогом на лбу. Рог изображали различные, различного типа. Некоторые изображали рог зигзагообразный, некоторые прямой. В принципе, это не имеет особого значения. Однако поверье в единорогов было настолько велико, что у многих известных художников раннего возрождения вы можете встретить изображение единорога. Если я не ошибаюсь, по-моему, у Рафаэля есть картина «Дама с единорогом». Маленькое создание в руках девушки из благородной семьи. То есть изображение единорога – это означало исполнение мечты. Либо девушка в ожидании ребенка, либо она в ожидании обручения с любимым человеком. Единорог был символом исполнения желания. Единорог был помощником чародеев, колдунов, ведьм. Считалось, что это конь, который становится посланником между людьми и духами. Некоторые путают единорога с пегасом. Пегас – это крылатый конь. Хотя единорога тоже изображали иногда крылатым. Это носитель силы, это символ исполнения желаний. И если изображали единорога, это означало, что человек в ожидании, в ожидании каких-то свершений своих планов. И вот-вот это все должно произойти. Призыв единорогов. Есть призывы единорогов в древних текстах, но оно не особо развито. Одну часть этих текстов уничтожили с приходом христианства, другая часть была засекречена, так и осталась. И очень мало было уделено внимания именно вот этой мифической силе единорога, как вот, например, мифической силе дракона. Эти существа, они на самом деле когда-то действительно существовали, люди их видели. Но говорят, что поскольку на них охотились и они были необычные существа, то боги решили их перенести в мир духов. И они теперь являются только в духовном плане, поскольку люди, не понимая их ценность, начали, устроили на них охоту. Как обычно, человек все опошляет, все поганит и прочее. Хочу сказать, что единорог еще символ водолеев, сильных людей, стихия воздуха, воды. И поскольку водолеи являются по древним поверьям как посланники богов и те, которые держат связь между духами и людьми, то единорог символ водолеев. Поэтому водолеи носят единорог, ну там подвеску, кольцо, что-то еще символизирующие единорога. Но этот ритуал, естественно, он не для водолеев. Просто можете провести этот ритуал, но те люди, которые работают на себя в основном, если это связано с клиентами, если это связано с продажами, если это связано с заказами и прочее. Этот ритуал очень силен, и его нужно прочитать, поворачиваясь на четыре стороны света, держа в руках кошелек. Открытый кошелек, вот так держите, то есть открываете кошелек, начитываете на все четыре стороны света. После чего весь день вам некогда будет присесть, потому что будут звонки, заказы. Даже в самые тяжелые времена люди, которые брали мои работы и проводили, они жили лучше, чем кто-либо. Они не ощутили на себе никакие финансовые потери, никакие трудности, которые происходят в мире. Они это просто не прочувствовали, потому что силы им все время помогали. Сегодня мне отправляли отчет, люди, с которыми я работаю. И, естественно, последние годы я бы сказала, что уже очень мало таких работ, которые трудно продвигаются с мертвой точки. Это раньше так было. Сейчас, собственно говоря, все очень быстро начинает решаться и получается. И я читаю такие замечательные результаты у людей, что у меня душа радуется, мне приятно. Я испытываю удовлетворение своей работой. Я понимаю, что я не зря трачу свое время, силы, нервы. Не зря я не досыпаю и все прочее. Что это все на самом деле очень сильно помогает людям. И, вы знаете, такие колоссальные перемены, что просто не описать словами. Но это у людей, с которыми я работаю и которые вообще сами по себе берут мои работы, проводят. А те люди, которые не желают этого делать, они даже не желают канал мой изучить, с ними мне разговаривать не о чем. Потому что это люди, которые не привыкли бороться за себя, они не хотят этого делать. У них нет цели решать свои проблемы. Их цель – отдать другому человеку эту проблему, чтобы этот человек сам решил за них. Такие люди, они никогда не добьются успеха. Об этом даже говорить не о чем. Так вот, я к тому, что слово золото, злато. Друзья мои, дело в том, что золото – это самый такой высокий эквивалент денежный. Был всегда испокон веков. Именно поэтому мы называем слова там, чтобы пришло много злата, серебра. Это не только украшения, это не только подарки. Это еще касается денег, поскольку в древние времена просили деньги у духов и у богов удачи именно словами злато, серебро. Потому что золотой талант – это был самый высокий миритель римской империи, по крайней мере, динара и много других денежных единиц, купюр. Нет, монеты, извиняюсь, мирителей денежных. Но самые высокие, самые дорогие монеты, самые стоящие и по стоимости, и по цене высокие – это были золотые монеты, серебряные. После шла медь, потом железные монеты вошли в обиход и так далее. Поэтому вот эти слова – злато, серебро – не воспринимайте, как буквально именно золото и серебро дают. Хотя это тоже есть, и в этом тоже. И самое интересное, смотря у кого как получается, знаете, кто-то говорит злато, серебро, оно приходит дарами, подарками, кто-то злато, серебро, приходит деньгами. Поэтому это тоже, вот скажем так, неоднозначно у всех, у каждого по-своему получается. Вот в этом и есть прелесть этих работ, что каждый человек получает свое. Итак, четыре раза повернуться на четыре стороны света и по одному разу начитать. Я уже вам объясняла, и в моей лекции «Ключ, замок, язык» я вам говорила, почему мы создаем некий сюрреализм, некий иллюзион, если хотите знать. Нечто такое, что реализуется в нашей голове, это означает визуализация, то есть мы визуально это представляем, а потом это переносится в реальность нашу. Вот, собственно говоря, на основе древних легенд, поверье и сказаний о единороге, о его появлении как символ богатства, удачи и исполнения желания, это первое, четыре стороны света, это уважение ко всем четырям сторонам света, четырем, извиняюсь, и это призыв со всех четырех сторон света удачи, потому что со всех сторон тебе это нужно, чтобы пришло. Поэтому далее золото, серебро и прочее, это как символ богатства, это как символ денежных единиц, больших, средних, малых и так далее. И в итоге заключительное слово, которое это закрывает, и, собственно, это получается. Это очень сильный заговор, и я хочу сегодня вам подарить, и особенно сильно это будет получаться у водолеев, особенно сильно. Хотя, знаете, очень может быть, что это у других знаков получится намного сильнее, чем может быть у водолеев, и такое возможно. Но я хочу, чтобы правильно поняли, единорог – символ водолеев, но этот заговор не о водолеях и не для водолеев, просто как бы я между делом вам сказала. И водолеям лучше приобрести какие-нибудь статуэтки единорога. Я просто отдельно потом по каждому знаку объясню, что и как и лучше, но никак вот времени не найду, очень много дел. Хотя я богиня по знаку зодиака каждому объяснила и каждому дала ритуалы. Это тоже немаловажно и немало. Но водолеям лучше приобрести единорога. Он притягивает удачу. И другим можно, если вы хотите. Но еще раз повторюсь, у водолеев особенно, потому что это их символ. Вот и все. Итак, так и назвала – белый единорог. Денежный зазыв, притянуть деньги для денег и так далее. Очень сильный заговор, который я дарю людям, которые занимаются своим делом. Ну, он может сработать и у бюджетников, конечно, но он может сработать, знаете, как повышение получат, и тогда зарплата будет больше. Вот так, если. Он может сработать у людей, которые работают на зарплату четкую, тем, что начнут им дарить золото, начнут им дарить серебро, начнут им дарить необычные дары. Появится, может быть, богатый любовник у женщин, у которых есть такое стремление. Единорог – исполнение желаний. Но исполнение желаний именно в материальном случае. То есть богатство, имущество, дары, новые положения, карьера и так далее. Начнем. И знаете, что самое интересное? Вот когда я создаю такие работы, многие из этих работ уже проверены не раз. В любом случае, вот знаете, вот такое ощущение, как будто моими устами говорит некая сила. Ну, так и есть на самом деле. Потому что настолько складно, настолько красиво. Оно прям льется, как, я даже не знаю, как из какого-то источника, что ли. Вот я высказала, сказала, записала. И я второй раз точно так же повторить не смогу. Нет, я могу прочитать. Я знаю, что это моя работа, если я где-то увижу. Но вот второй раз сесть и повторить это невозможно. Оно из меня выходит, и все. Вышло из моих уст, вышло из моего подсознания. И, собственно говоря, больше одинаково не звучит уже. Я не смогу воссоздать одинаково. Вот в чем дело-то. Поэтому и говорю, оно дано через меня, но не мое. Это через меня дано. Мне такая честь выпала. Может быть, крест тяжкий выпал. Не знаю уж, как лучше назвать. Уже последние годы даже боюсь как-то и жаловаться на это все. Потому что это нелегко и непросто. Но мне вот это выпало, понимаете, и через меня передают. И в благодарность за то, что я это передаю народу, конечно же, мне очень много дается за все это. Это понятно. Духи вознаграждают, в отличие от людей, мир духов, он очень благодарен и справедлив. Но в любом случае, вот через меня отдано вам. Вот и все. Давайте перейдем к заговору. Итак, поворачиваясь на четыре стороны света, по одному разу начитывать, то есть четыре раза читать в общей сложности. Открывай кошель. У кого нет кошелька, начитайте на мелочь в руке и посыпьте обратно в кошелек. Эту мелочь можете потратить, можете не потратить. Это уже не имеет значения. То есть кошелек или, может, у кого-то там, например, кто-то не любит кошелек, да, наносит там какую-то барсетку туда. Или можно эту же барсетку в руках держать. Вот куда деньги идут, где вы деньги складываете для трат, там и читайте. Если в сундуке каком-то собирается, хорошо, откройте сундук, начитывайте на этот сундук и потом закрывайте. То есть нужно читать на тот источник, на то, где вы будете собирать эти деньги. То есть, ну хорошо, на карты читайте, если чаще всего на карты получаете. В руках держа. Лучше в левой руке, потому что левая рука – это прямая связь с сердцем, то есть с чувственным миром, с тем самым иллюзионом, который вы создаете в голове, а потом переносите в реальную жизнь. Начнем. Золотое поле, великое раздолие. Поле пшеницу рождает, старый млад кормит и обогащает. Посреди поля священная тропа, по той тропе белый единорог скачет. Грива у него огненная. В глазах сила вселенская, подковы серебряные, копыта медные, где копытом бьет, там злато сыпется, без счету и без меры. И все то злато в мой кошель, и все то злато в мои карманы. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Единорогу копытом бить, медным копытом бить, извиняюсь. До меня золотить, до меня обогатить. Я злато рекою свой дом зазываю, единорога могучим словом заклинаю. Быть по слову моему заклято во стократно. Золотое поле, великое раздолие. Поле пшеницу рождает, старый млад кормит и обогащает. Посреди поля священная тропа, по той тропе белый единорог скачет. Грива у него огненная, в глазах сила вселенская, подковы серебряные, копытом медные, где копытом бьет. Там злато сыпется, без счету и без меры. И все то злато в мой кошель, и все то злато в мой карман. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Единорогу медным копытом бить, до меня золотить, до меня обогатить. Я злато рекой и свой дом зазываю, единорога могучим словом заклинаю. Быть по слову моему, заклято, во стократно. Еще раз. Золотое поле, великое раздолие. Поле пшеницу рождает, старый млад кормит и обогащает. Посреди поля священная тропа, по той тропе белый единорог скачет. Гривы у него огоненные, в глазах сила вселенская, подковы серебряные, копыта медные, где копытом бьет, там злато сыпется, без счету и без меры. И все то злато в мой кошель, и все злато в мой карман. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Единорогу медным копытом бить, до меня озолотить, до меня обогатить. Я злато рекой свой дом зазываю, единорога могучим словом заклинаю. Быть по слову моему заклято во стократно. Золотое поле, золотое поле, великое раздолие. Поле пшеницу рождает, старый млад кормит и обогащает. Посреди поля священная тропа, по той тропе белый единорог скачет. Грива у него огненные, в глазах сила вселенская, подковы серебряные, копыта медные, где копытом бьет, там злато сыпется. Песчету и безмеры, и все то злато в мой кошель, и все то злато в мой карман. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам, единорогу медным копытом бить. До меня озолотить, до меня обогатить. Я злато рекой свой дом зазываю, единорога могучим словом заклинаю. Быть по слову моему заклято во стократно. И после этого просто кошелек прячете, или мелочь сыпете туда, или карты обратно туда. кладете, или барсетку закрываете и прячете, или сундук, в котором деньги храните. Одним словом, источник. Ну, то есть, не источник, а емкость, или там, что-то такое, куда вы собираете свои деньги. Если вы будете часто это проводить, вы результат увидите очень быстро, и он вас очень приятно удивит. Всем удачи, всех благ, и пусть мифический единорог приносит вам только хорошие вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok